Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я предлагаю поговорить о генерале Красной Армии, который сейчас незаслуженно находится в тени истории. Речь пойдет о Олешеве Николая Николаевича. Родился наш герой на территории нынешней Ярославской области в сентябре 1903 года, при этом в рядах Красной Армии он с 1918-го, в межвоенное время шел по службе и Великую Отечественную войну встретил на Западной Украине, где был назначен начальником штаба сводного пограничного отряда Львовского гарнизона. Ввиду стремительного продвижения немцев на восток, войска, встречавшие противника у границы, оказывались в окружениях и отряд Олешева не был исключением. С боями пограничники шли на восток. С целью выйти к своим, по пути к ним прибивались разрозненные группы красноармейцев, отставшие от своих частей. И только к августу 1941 года группа выходит из окружения в районе Белой Церкви, после чего его назначают помощником оперативного отдела штаба 30-й армии на Западном фронте. И Николай Николаевич принимает участие в Смоленском сражении, которое стало одним из самых тяжелых. После Николай Николаевич участвует в обороне Москвы осенью-зимой 1941 года. Далее было наступление в ходе Клинска Солнечногорской операции, когда враг был отброшен от советской столицы. Затем была Ржевско-Вяземская наступательная операция, также ставшей одной из самых тяжелых в ходе Великой Отечественной войны, наряду со Смоленским сражением. Причем значительную часть этой операции он уже возглавлял 371-ю стрелковую дивизию. С этого момента дивизия участвует в тяжелых боях к северу от Оржева. После Ржевской битвы, уже в мае 1943 года, Олешев Николай Николаевич назначается командиром 36-го стрелкового корпуса, с которым он примет участие в Смоленской наступательной операции и будет освобождать города Смоленск и Ярцево. Далее, в самом начале операции Багратион со своим корпусом удачно действовал в ходе Витебско-Оршанской операции. В начале июля 1944 года генерал-майор назначается командиром 113-го стрелкового корпуса, с которым он будет освобождать Прибалтику от фашизма. Затем была Восточная Пруссия и штурм Кёнигсберга, за что Олешева приставили к званию генерал-лейтенанта, а после корпус в составе 39-й армии перебрасывается на восток Советского Союза, где ему предстоит принять участие в войне против Японии. Так, перейдя в наступление 9 августа 1945 года, в ходе марша, сначала по степям, затем по горному массиву Большой Хинган, части Красной армии освобождают города Ляу-Ян, Цепин, Мукдэн и преодолевают за две недели 950 километров. За заслуги перед Родиной Николай Николаевич Олешев был удостоен золотой звезды-героя, 8 сентября 1945 года, в армии до 1969 года, проживал в Риге до 1970-го. А на этом у меня все, всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова